Дорогие товарищи, решилась я на трёхдневное путешествие из Феникса в Кэнзас-Сири, в штате Канзас. Последний раз в аэропорту я была в марте месяце, и я с удовольствием совершу этот перелёт, потому что я очень соскучилась по самолётам. Сегодня я улетаю авиакомпанией Southwest. Это одна из основных авиакомпаний, которая совершает свои рейсы в Аризоне. Перед полётом на мой имейл пришёл целый лист всех предосторожностей, которые принимает эта авиакомпания. То есть люди сидят не на каждом кресле, а через кресло. То есть в основном все сидения посередине были пустые, если только это не была семья, например, мама с детьми, или, ну, в общем, семья, родственники. То есть тогда они могут усаживаться подряд. Также в этом имейле говорилось, как они обрабатывают, как они проводят санитарную уборку в самолётах, что всё предусмотрено, всё, значит, обеззаражено, и что летайте, пожалуйста, без опаски. Ну, предостережение предостережениями, но я решила всё-таки добавить протекшн и одела платок, очки и даже перчатки. Решила себя полностью обезопасить, чтобы лететь спокойно и не привезти в Канзасири из самолёта никаких дополнительных вирусов и бактерий. Ну, собственно, чувствовала я себя удобно, ну, и с другой стороны, я думаю, ничего страшного, даже если и неудобно. Полёт будет продолжаться всего лишь два часа с лишним. Вот видите, как посередине места в основном везде пустые, во всех рядах. Вылетаем из аэропорта Sky Harbor, города Феникс. Поскольку очень мало производится рейсов, очень-очень редкие взлёты и посадки, мы, естественно, ни в какой очереди не стояли, а практически сразу, как нас откатили от нашей стейшн, мы сразу пошли на взлёт. Вы знаете, вот какой-то парадокс, несмотря на то, что сегодня такие развитые технологии, самолёты летают практически с любого уголка планеты в любой уголок планеты, и в то же самое время американцы не очень много летают. Даже, вот, конечно, очень большое количество летает с детьми и всё такое, но и всё равно ещё остаётся большое количество американских семей, детей, которые долгое время не знают, что такое полететь на самолёте и начинают летать уже в относительно взрослом возрасте. Вот я считаю, что это... Ну, это парадокс. При всех тех условиях, которые сейчас существуют в мире, всё-таки и в такой прогрессивной стране, всё-таки ещё большое количество людей не всегда пользуются перелётами по среде... Ну, то есть не всегда пользуются самолётом как средством передвижения. В основном средством передвижения по стране служит всё-таки машина, то есть передвижение на колёсах, на машине. Ох уж эти горы, словно рюшечки и валаны, на прекрасном платье пустыни Сонора. Кто хоть раз увидел их и приблизился, и потрогал, уже всегда будет ими вдохновлён и маним, и всегда хочется вернуться, и всегда хочется побыть в этих горах. И я их очень люблю, и всегда-всегда говорю об этом, признаюсь в своей любви к этим горам. Не развозили никакую еду, не предлагали за дополнительную плату никакие напитки, а просто раздали воду и трубочку для воды. Друзья, случайно посмотрела из окна и увидела то, что и вы сейчас видите. Все, конечно, знают и знали, что горит пустыня рядом с Фениксом, но я так думаю, что никто не предполагал, что маршрут нашего самолёта будет проходить именно над этим пожаром. Очень печально это всё видеть, очень грустно горит земля. На несколько километров, на десятки, наверное, километров вот эта шапка висит, дыма. Такое чувство было, что пилот специально летит медленно, чтобы мы все успели рассмотреть, снять на камеру. Естественно, не специально, но такое чувство было. Печально, печально. 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 Пролетели мои три дня, как одно мгновение. Улетаю назад, нахожусь в аэропорту Кэнзас-Сити. Вот показываю вам его изнутри, чтобы вы посмотрели, сколько людей. В принципе, людей не так уж и мало, достаточное количество. Некоторые в масках, некоторые без масок. Ну, никто никого не останавливает и особых требований не предъявляет. Аэропорт в Кэнзас-Сити небольшой, я бы сказала, даже маленький, но рядом с ним строится сейчас большой, современный, с международными авиалиниями. То есть будет очень красивый аэропорт. Ну, вот здесь, я бы сказала, даже тесно, когда особенно все нормально. Конечно, вид совершенно другой. Не такой, когда взлетаешь из Феникса. Очень много зелени, очень много полей. Очень красиво. И, конечно, напоминает мне Россию. Вы знаете, у меня такое впечатление, когда я лечу из Феникса куда-то на Мидвест, или в другой штат, где есть четыре сезона, и там очень много зелени, у меня ассоциация, как будто бы вот когда в детстве, я когда жила в Туркмении, тоже каждый год я летала к своей бабушке на Кубань. И когда самолет взлетал над пустыней Туркмении, тоже, кроме города, ничего не было видно такого, особой зелени не было, потому что это пустыня, потому что это жаркий климат. И когда самолет приземлялся в Краснодаре, то вот точно так же мы пролетали над зелеными лесами, над зелеными полями, над чистым синим небом. И вот такой контраст всегда мне напоминает мое детство. Взлететь из Туркмении и приземлиться на Кубани, и точно так же путь назад домой в Туркмению. Реки протекают по земле Кэнзас, штата Кэнзас. Много рек, много озер. Я помню всегда, когда бабушка меня встречала в Краснодаре, потому что она жила не в самом городе, она жила в пригороде города Краснодара. Даже это не пригород, это считается город, другой город, который называется Горячий Ключ. И моя бабушка жила на такой лесной горе в Горячем Ключе, которая называлась Заречная. То есть ее дом стоял практически 200 метров от леса. И когда я лечу, почему-то вот я вспоминаю свое путешествие, свои детские путешествия на самолете, потому что начала я летать с 9-месячного возраста, и до тех пор, пока была жива бабушка. Мне исполнилось 18 лет, я уже поступила и заканчивала первый курс института фармацевтического в Ташкенте, когда не стала моей бабушке. Но вот я, когда лечу куда-то из Феникса, вот какая-то ассоциация у меня возникает. Некоторые люди говорят, что когда ты взлетаешь, и первая половина пути, когда проходит только первая половина пути, ты до сих пор еще там, откуда ты взлетел, но вторая половина твоего пути уже с тем местом связана, куда ты должен прилететь, приземлиться. Вот мы опять летим. Я не ожидала, что мы опять будем пролетать эту зону пожаров. Посмотрите, какая висит завеса над землей. И это буквально, вот я вам сейчас покажу, буквально рядом с Фениксом. То есть пока я даже 3 дня отсутствовала в Аризоне, пожар приблизился ближе к городу, к сожалению. Там с левой стороны видно эти облака, этот дым. Вот какая разница между природой Мидуэста и Аризоны. И все равно я хочу сказать, что несмотря на то, что я выросла на контрасте и много времени, особенно в детстве, провела в лесу со своими друзьями, девчонками, мальчишками, мы играли очень часто в лесу, мы находили какие-то поляны, где на этих полянах были ежевичные кусты, малиновые, дикой малины, дичка, яблочки, груши, какие-то орехи лесные, мы это собирали, кизил. Мы там прям и, как говорится, ели, устраивали себе такие небольшие пикники в лесу, но все равно всегда я возвращалась домой в Туркмению, вот как и сейчас возвращаюсь в пустыню Аризоны, и это всегда, я считала, это мой дом, я возвращаюсь домой, как и сейчас, я возвращаюсь домой. Я очень рада, очень счастлива опять видеть эти горы на горизонте, видеть эти развилки прекрасных, красивых дорог, кстати, в Аризоне много воды, много искусственных озер, дамп, каналов, то есть, воды здесь достаточно, очень, в основном вода, это идет из Colorado River, из реки, называется которая Colorado, конечно, можно сказать, что много других красивейших городов, которые построены в пустыне, такие как в Арабских Эмиратах, я там, конечно, не была, но мы видим, их на интернете, в кино и везде, и повсюду, очень красивые города, Дубай, там, другие города, ну, я там не была, но Аризону я очень люблю, она все равно фантастически красивая и притягивает сюда человека, чем-то она сюда тянет, притягивает, во всяком случае, меня, но я знаю многих людей, которые побывав здесь однажды, которые не любили жару, не любили пустыню, не любили вот эти вот, так называемые, лысые горы, они влюблялись в это место и потом сюда даже переезжали, до скорых встреч, мои друзья, всем хорошего дня, и притягивает. Субтитры создавал DimaTorzok